Информационная информация Информационный портал «Права. Метру» продолжает видеоконференции летние 2018 года. Традиционно представляем наших участников. Начнем с северной столицы. Дмитрий Гаганов, юрист практикующий в сфере медицинской юриспределки. Дмитрий, добрый день. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Здравствуйте, наши дорогие души. У нас сегодня приятная неожиданность. Наконец-то нашу мужскую компанию разбавила женщина. Анжелика Ремес, управляющий партнер юридической группы «Ремес Печерей и партнера». Анжелика, добрый день. Добрый день, Алексей Валентинович. Коллеги, здравствуйте. Здравствуйте, Василия Валентинович. Второй участник юридической группы «Ремес Печерей и партнеры» Иван Печерей, доцент кафедры судебной медицины и медицинского права Московского государственного медико-стоматологического университета имени Евдокимова. Иван, приветствую Вас. Добрый день, уважаемые коллеги и зрители. И последний участник нашей видеоконференции – Игорь Степанов, член Ассоциации юристов в России, врач-невролог, руководитель общественной организации пациентов больных рассеянным склерозом «Мефест» из Ярославля. Игорь, приветствую Вас. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте, уважаемые зрители. Итак, сегодня нас 5 человек. Давно у нас такой компании не было. Переходим к теме видеоконференции. Напоминаю, она 95-й и 15-й к началу года. Медленно, но верно, мы ползем к юбилею, к 100-й видеоконференции. Рассмотрим мы сегодня вопрос. Следующий. Юрист в сфере здравоохранения, востребованность его на рынке труда и требования к профессиональной компетенции. Традиционно от меня небольшое отступление. Как родилась тема видеоконференции. На сайте Новосибирского государственного университета появилась информация о том, что НГУ начинает готовить юриста в сфере здравоохранения по магистрской программе «Юрист в сфере здравоохранения». Соответственно, у них имеется свой сайт с этой программой, и руководителем программы указана Тамара Шепель. Она доктор юридических наук, и я с ней пересекался в Кисловодске на конференциях, посвященных медико-правым вопросам. Там имелась такая форма «Отправить сообщение», и я предложил Тамаре Шепель принять участие через данную форму. Я ее запомнил, отправил, но, увы, какой-либо реакции не получил. Не знаю. Это маленькое вступление. А теперь переходим непосредственно к обсуждению вопросов. Я полагаю, что вы с информацией ознакомились по ссылке о том, что из себя представляет эта магистрская программа. Итак, коллеги, давайте обсудим, какие же причины возникновения предложения по подготовке таких специалистов. Как-то я без такой магистрской программы за территорией Урала обходились, и вдруг она появилась. А первым предоставить свои мысли по этому вопросу я предлагаю Анжелике Ремис. Анжелика, почему возникло такое предложение? Спасибо. Ну, как мы все прекрасно знаем, что управляет предложение. И я считаю, что такая специализация, магистрская программа, она появилась, потому что в Новосибирске, я могу сказать, что точно очень большой объем работы в судебных делах. По как раз, ну, по искам пациентов, там есть фирмы юридические, которые занимаются очень активными такими. И за Уралом это одни из конфиденций, которые дел были, с тупыми победами еще лет 10 назад. И это бы подошло все время. Но я сама здесь немножечко в таком двояком состоянии нахожусь, а в том, что если нужна она или не нужна программа. Мне бы, конечно, это виделось больше не как магистрская программа, да, поделенная степень образования, а как курс повышения квалификации. Поэтому, конечно, мне интересно, какими руководствовались мотивами организаторы и создатели программы, назначая ее магистрская. Для себя лично я хочу сказать, что я бы такую программу закончила. Почему бы и нет, потому что это показатель слабственности, показатель принадлежности к этой сфере. Человек определился, человек более того закончил специализирование образования. Ну, наверное, спрос рождает предложение, нарастающее количество искусств и вопросов. Спрос рождает предложение. Какие доводы Ивана Печерея? Я, безусловно, соглашусь с тем, что спрос рождает предложение. Но я бы еще сказал, может быть, не только спроси дела, а сколько в том, что при рассмотрении дел, связанных с вопросами, показаниями медицинской помощи, возникает масса возможных вопросов в различных областях знания, как в республиканции, так и в медицине. Часто таких вопросов постоянно растет, и они достаточно сложные, и зачастую специалисту их самому не решить. Ну, приходится обращаться за помощью, соответственно, к другим коллегам, юристам к врачам, врачам к юристам. И как раз попытка объединить, соответственно, юриста, специализирующего именно на спорах в медицине, как раз, мне кажется, этим и продиктована. То есть попытка объединить, соответственно, сделать такого специалиста узкопрофильного, в чем компетенцию будет входить, непосредственно рассмотрение определенной категории споров. Насколько как бы это удачно, ну, как бы я не знаю, в плане медицинской программы, я буду говорить, наверное, по второму вопросу. Тем не менее, можно сказать о том, что мы имеем дело, да, с началом оформления того, что уже назрело. Оформление узкого специалиста в конкретной области права, в суде медицинской студенции. Это мне приятно. Ваша мысль – необходимость, специализация, требования рынка. Дмитрий, ваше дополнение. Я изучил саму магистрскую программу. С одной логикой, в чем она состоит. У меня сложилось то иное мнение, что предлагается третий вариант. Третье между вирус-конфортом организации и организаторами здравоохранения. То есть, как я вижу, что причина внедрения вот этой магистрской программы – это как раз получение специалиста, одинаково, называется, компетентного и в организации здравоохранения, и юриспруденции. Кого приглашают? И юристов, и медиков. Срок обучения – два года. Следовательно, есть своеобразный такой стандарт и усреднение, который как раз основан, как мне кажется, на приоритете защиты интересов медицинской организации. Есть, конечно, отдел гражданское судопроизводство и врачебные дела, но большинство проблем, которые там поставлены в магистрской программе, относятся к медицинской организации. Именно в этом причина, что нужны специалисты, рынок труда особый, что называется, переучивать. Юристы, которые пришел, это очень тяжело, это затратно и требует большого времени. А в магистрской программе мы видим и документы оборот медицинской организации, и даже вопросы налогового менеджмента в медицинской организации. Вот на что я хотел обратить внимание. Спасибо, Дмитрий. Игорь, Вам заключительное слово по первому вопросу. На мой взгляд, данное решение о создании магистратуры лежит в плоскости развития медицинского права, как отрасли права, о чем мы говорили. Дело в том, что отрасль права не возникает на пустом месте. Это потребность общества. То есть возникают некие общественные отношения, которые нужно регулировать правом. Естественно, эти отношения в сфере медицины, они специфичные. Следовательно, поскольку есть определенная специфика, отличающая их от других отношений, трудовых, например, мы можем сказать, что эти отношения должны как-то регулироваться. Кроме того, мы видим сейчас, что правоприменительная практика уже формируется в рамках врачебных дел, медицинских дел. То есть уже идет правоприменение. Дальше следует сказать, что если у нас существует уже практика правоприменительная, применительная к специфическим общественным отношениям в сфере здравоохранения, любая отрасль права или медицинское право, она может рассматриваться как учебная дисциплина. То есть должны быть специалисты, которые разбираются в данных вопросах. Если, так сказать, медицинское право формируется как правоприменительное, следовательно, должна формироваться и как учебная дисциплина. Если она формируется как учебная дисциплина, то должны быть квалифицированные кадры, которые обучают специалистов данной отрасли. Магистратура, как институт магистратуры, она предусматривает, прежде всего, подготовку кадров, которые могут преподавать в вузах, в том числе. То есть доносить знания до следующих поколений специалистов. То есть обучающие программы. Следующие, конечно, там будет афтанатура, докторантура и прочее. То есть это уже предусматривает развитие медицинского права как науки. То есть мы получаем три составляющих отрасли права. Это правоприменительная сторона, учебная дисциплина и медицинское право как науки. Когда это будет все построено в единой системе, мы получим тройную, гармоничную систему медицинского права как отрасли. Благодарю. Продолжаю. Ответ, на мой взгляд, лежит прямо перед нашими глазами. Общественные отношения, связанные с оказанием медицинской помощи, медицинской деятельностью, вызвали предложение рынке по подготовке таких специалистов. Есть прямые предкидно-следственные связи. Раз есть потребность подготовки таких специалистов, а значит, должны быть определенные преподаватели, которые готовы информироваться. Общественные отношения вызвали необходимость со стороны рынка подготовить специалистов. Специалисты сами по себе не готовятся, нужны преподаватели, которые будут прививать как теоретические знания, так и определенные подходы к тем вопросам, которые требуют применения со стороны лица, владеющего правом. Поэтому мы переходим ко второму вопросу в видеоконференции, вытекающему из первого. А какие коллеги должны быть предъявлены требования к профессиональной компетенции обучающих преподавателей? В отношении обучаемых Дмитрий Гаганов высказался это с юридическим образованием граждане и с медицинским образованием. Поскольку Иван Печерей у нас кафедральный работник, то мы ему первому и предоставим возможность дать свои суждения по данному вопросу. Итак, Иван, какие требования предъявляются с вашей точки зрения к обучающим? Ну, начну с самого логичного требования, которое вытекает из заявленной специальности. Безусловно, таким требованием является наличие у соответственно обучающего, профессионального правительского состава, медицинского и юридического образования. Это первый основополагающий момент, потому что иначе я не вижу смысла обучения. Если у лица, который обучает, не будет, соответственно, не вызвать самому требованию. Вторым требованием я бы назвал бы опыт практической работы. Исходя из общей принятой практики, я думаю, коллеги со мной согласятся, но, наверное, надо где-то закладывать опыт работы минимум 10 лет как минимум, если не больше, для того, чтобы, собственно говоря, разобраться и иметь достаточно большую практику. Вот, пожалуй, два таких основных требования, которые я бы назвал. И, честно говоря, рассуждая о том, кто будет являться этими лицами, которые будут проводить обучение, я мало себе представляю, насколько реально таких кандидатов заполучить. Сейчас и сомневаюсь, что они наличисят в НГУ. Честно говоря, у меня большие сомнения, потому что, как мы все прекрасно с вами знаем, в стране не так много. И поэтому говорить о том, что кто-то будет проводить оптимальное обучение, честно говоря, у меня вот именно реальный вопрос. Могу себе представить, могу назвать контент персонали, которые могут, кстати, больше не проводить. Возможно, я просто не знаю. Но думаю, что здесь проблема отсутствия таких кадров весьма очевидна. Но что касается, как бы, еще требований, которые мы назвали здесь, то должны быть люди с ученой степенью. Здесь уже тоже могут проводить, наверное, с первой трехлест, потому что таких кандидатов листик не будет совсем практически обращать. Такое я бы сформулировал для обучающих лиц, которые будут обучать, соответственно, на инфекцию и в его местные российские воспоминания. Итак, Иван дал базу требований к обучающим. Игорь, продолжите. Я согласен в основном с Иваном. Конечно, обучающий должен владеть предметом. То есть предметом, который включает в себя не только знание юриспруденции, оно должно быть. То есть знание основ права и основ вообще права применения, права, теорию права, это все должен знать. Но кроме того, он должен знать и особенности отрасли, которые он регулирует. Отрасль – это система здравоохранения, она достаточно сложна и глубока. И, конечно, опыт работы в системе здравоохранения, это бесценный опыт, и он дает знание таких нюансов, которые юрист, работая вовне лечебного утверждения, он знать не может по принципу. Почему? Потому что для того, чтобы понять систему взаимоотношений, именно общественных отношений, правоотношений, надо находиться какое-то время внутри системы, чтобы понять, как она работает. И такой человек, который действительно, скорее всего, должен иметь и юридическое, и медицинское образование, он может, уже пропустив через себя все особенности, вот это вот оказание помощи, взаимоотношений внутри больницы, так сказать, с органами управления, он уже может немножко на другом уровне понимать ту систему, которую он должен регулировать. И поэтому, так сказать, я согласен, что человек, который обладает багажом знаний, определенным опытом, он может это преподносить другим ученикам своим. Вот так. Ваша точка зрения понятна, обоснована. Анжелика, дополняйте. Ну, я как истинный юрист, изначально, изучающий медицинскую специализацию, хочу сказать, что соглашусь с Иваном Олеговичем и с Игорем о том, что специалисты, которые дают знания в области именно медицинской студенты, они, да, должны обладать такими знаниями. Но я предполагаю, что программа сама по себе, она ведь не базируется все два года только на одном предмете и на одном преподавании. Там достаточно должен быть сильный пункт вообще, в принципе, юристов, которые должны через призму здравоохранения, через призму разбора новых права, определенных прав, давать тот же самый, например, гражданское право и процесс. Это должны быть юристы-процессуалисты, например, которые должны правильно дать понимание на работу с назначением экспертиз в процессах, и вакуумы, опытные люди. Это должны быть, а что говоря, если говорить о юристах непосредственно преподающих норму права, например, разбор публичности, договоры, например, на оказание по принципу, а для этого медицинское образование не обязательно для этого нужно иметь очень хорошую, качественную работу в области права и понимание норм права, глубинные, фундаментальные знания. Безусловно, для того, чтобы преподавать уже специализированные вот эти моменты, необходимо иметь опыт работы, я с Игорем, абсолютно согласна, что можно приглашать людей, которые, да, юристы не имеют медицинского образования, но у них большой опыт работы, а у юристов у трех медицинских организаций, учреждений. Это тоже достаточно очень большой опыт, говоря об опыте. Если они при этом еще и имеют медицинское образование, конечно, прекрасно. Поэтому я предполагаю, что заявляя такую программу, у преподавателя, в общем-то, плюс-минус подобран, оговорен, является ли он качественным на следующий день, соответствует ли требованиям, с каким набором знаний будут на выходе эти специалисты, магистры, мы пока можем только подсказать. И все. Спасибо, Анжелика. Дмитрий, вы прослушали своих коллег, обозначите вашу позицию. Какие требования к обучающим? По моему мнению, очень простые. Обучающий должен быть в хорошем направлении. То есть, в своей деятельности и в своем мышлении он должен реализовывать симпатизм. Что я имею в виду? Первое направление – это, конечно же, гражданский процесс рассмотрения дела о ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей со стороны медицинских работников. оценка фактических обстоятельств дела. Именно как юрист должен принимать. Как процедуальщик, санжелитель, я здесь соглашусь как специалист к корпоративному праву. Второе направление – он должен принимать ту правовую доктрину, которая реализуется среди организаторов здравоохранения. Я столкнулся с тем, что разные взгляды и я считаю, что преподаватель должен учитывать и то понимание правовых вопросов, связанных со сферой здравоохранения, которое сложилось у организаторов здравоохранения и у юрист-консультов и адвокатов. Тогда будет интересный результат. Еще при оценке фактических обстоятельств дела в рамках гражданского процесса, как мне кажется, у преподавателя, чей образ мы сейчас рассматриваем, должно присутствовать одновременно еще и клиническое наследие. Должно одновременно работать и с правовым наследием. То, называют логикой диагноз. Вот моим добавлением. Ну, здесь мостик уже перекидываем на логики для элисов. Мне кажется, интересный какой-то интернальный подход будет реализироваться. Ну, и особенности главы 59-й, почему делит, как стоит, особняком от остальных ретикл гражданского права и почему он применяется в делах ненадлежащим наказанием профессиональных граждан. То есть, подытоживая, ну, как бы две головы до публики преподавателей. И юридическая голова, и голова организатора здравоохранения все-таки больше, чем врачи. Потому что вот эти вот правовые позиции органов в этой сфере органов исполнительной власти, они имеют очень большое значение. Надо понимать. Дмитрий начал подытоживать, и я несу свою составляющую. Основное требование должен быть двуголовый преподаватель, разбирающийся как юриспруденции, так и вращающийся в качестве организатора здравоохранения. Если этот симбиоз будет, а не только теоретические знания по юриспруденции, вот, на наш взгляд, коллеги, это то, что нужно для формирования этого будущего специалиста. Анжелика, кратко, ваша ремарка, вы руку подняли, видел. Я хочу напомнить, что классическое юридическое образование, оно подразделяется на области права, в том числе трудовое, административное и так далее. И в данной ситуации просто-напросто это должны быть юристы, преподаватели конкретно в этих областях, которые рассматривают вопросы непосредственно для здравоохранения. Тот же самый вопрос трудового права рассматривают юристы трудового права и в этом с учетом по работникам системы здравоохранения. А по поводу двухголовых, вы знаете, это очень сложно. Мы с вами пять человек собрались, да, пять голов, а найти преподавателя такого, посадить, который будет одновременно давать корректную информацию, это очень тяжело. Да. Иван Олегович летать в Новосибирск чаще. Иван Олегович такой двухголовый преподаватель, поэтому Новосибирск может вполне к нему напрямую обращаться, оплачивая перелет. просто-напросто будут преподаватели из МИКС будут привлечены из повышения к искусству квалификации, например, в организации здравоохранения, в организации преподавать там. И уже это будет, знаете, а уж в каком вашем голове студентки послужить, это уже у каждого студента будет делаем. Анжелика, заканчиваю вашу ремарку. И третий вопрос. Давайте с вами экспертно выясним, какая перспектива востребованности вообще такой программы в юрисфере здравоохранения. Обучение планируется с осени текущего года два года. Там есть три бюджетных места и на платной основе кажется 128 тысяч за год обучения. Поэтому выясним, какая же перспектива востребованности данной программы. То, что на бюджетные места народ наберут, я не сомневаюсь. А вот с точки зрения платности обучения, Дмитрий, вы первый. В качестве эксперта по этому вопросу. Во-первых, я хотел сказать, что на магистерскую программу выделяют деньги через каналы вот этого министерства нашего образования. Поэтому денег нету ни от магистерских программ. Как мне сказал один из преподавателей в Санкт-Петербурге в Санкт-Петербурге. Когда были деньги в вузах, там из ПБГУ, реализовывались магистрские программы по интересным направлениям. Сейчас денег нет. Поэтому заканчиваем. А что касается востребованности, как мне кажется, очень сильно зависит от того, насколько я был подъявил такое слово немножко жаргонное пропиарят вот эту вот магистратуру. Насколько донесут вообще до что называется целевой аудитории необходимости магистратуры долгодичной. Может быть, это даже будет иметь и решающие значения. Хотя цепляясь за предыдущие рассуждения у нас есть гигантская сфера и своеобразная каста это организаторы здравоохранения. Возможно, что они будут ковать кадры через эту систему магистратуры. Я закончу. Игорь, ваша оценка востребованности программы? Скорее всего она будет востребована. Почему? Потому что спрос формирует предложение. А спрос он вообще-то растет. И именно в сфере организации здравоохранения. Не только в судебных делах, не только тем, чем занимается Следственный комитет, планирует дальше заниматься, но и именно работа организаторов на местах. Почему? Потому что так или иначе неминуемо они сталкиваются с правовыми вопросами и вынуждены их решать. Но кто-то доносить до них следения и знания по медицинскому праву должен. Это должны быть квалифицированные преподаватели, которые должны давать знания именно этому сегменту. Именно в этом сегменте данные специалисты будут востребованы. А дальше если по своим мы же не рассматриваем только гражданское правильно говорили, что не только гражданские аспекты медицинского права, но и административные и уголовные прежде всего. Это тоже большой аспект. Но тут вопрос такой какая будет изначально презумпция в этих уголовных процессах. Если любая смерть это преступление, так не должно быть, потому что в лечебных учреждениях есть естественные смерти, они не должны рассматриваться как преступление. Но это уже другой вопрос. Следовательно, расширяя действия магистратуры, оно пойдет не только на университеты, но я думаю дальше это будут учреждения следственного комитета, прокуратуры. Я думаю, что это найдет отражение и вот в этих учебных учреждениях. Она тоже должна и будет там развиваться. Сегодня открылся там факультет, завтра откроется, допустим, в Академию прокуратуры. Я думаю, что так пойдет. Вы полагаете, что программа будет тиражироваться? Дмитрий в конце. Анжелика, ваше экспертное мнение? Спасибо. Вы знаете, я бы скажу собственное мнение. Я считаю, что будут основные студенты, обучающиеся, активно из медицины, не из юриспруденции. Они туда пойдут. Может быть, когда-нибудь в чем? Изначально давайте смотреть, это юрист в сервисе здравоохранения, а не врач в системе юриспруденции. Это именно юрист. И за этими знаниями пойдут те, кому они действительно нужны. Это вот как раз, да, очень правильно согласно с Игорем, где система здравоохранения, организация здравоохранения. Да, потому что там провал достаточно большой, давление сильное со всех сторон. У юристов принято так, что специализаций юридических существует бесчисленное количество. И корпоративные, банкротные и прочие, прочие. Никто из них специализированного образования никогда не получалось. Это все получается на практике. Мы все просто выпускники юриста, которые выбрали специализацию, которая работает, с которой копаем нормативы, правые акты и нарабатываем практику. Все. Поэтому юрист не побежит за вот этим специализацией. А вот медицинский персонал, который действительно необходим, необходим понимание этих процессов в сфере права, я думаю, что это будет самые основные обучающиеся такие перспективы есть. Остребованность ныне со стороны юридических народа. Это мои люди. Вот сейчас я сижу и думаю, что я как курс повышения квалификации на магистрскую программу вообще не имею. Благодарю, Анжелика. Иван, оцените перспективу остребованности. Было у меня свое мнение по этому вопросу, но послушал Анжелику и понял, что я ее мнение разделяю в целом. Действительно, да, речь пойдет в первую очередь о том, кому она будет нужна. Наверное, действительно, в первую очередь туда пойдут лица, которые являются врачами. Это даже так для получения дополнительных знаний области юриспруденции. Наверное, действительно, юрист туда вряд ли пойдет. С другой стороны, с другой стороны, повесьте себя в кабинете лишний диплом, почему бы и нет. То есть, у нас действительно сейчас наблюдается такая тенденция, когда очень много везде и отсюда кричат там заголовки и, соответственно, реклама медицинских юристов буквально за два месяца с тремя такими столкнутся в судах. Все медицинские юристы. Охож как рядом, но и медицинские юристы. Про уровень «Позвольте умолчать», не менее, да, как бы момент вот такой есть. Поэтому, может быть, и будет это востребовано юристами. Но, наверное, действительно, на первой годах спрашивают с Анжеликой подчеркнуть дату здравоохранения. Другое дело, что программа магистратуры не подменяет за собой получение второго высшего образования, которое обучается три с половиной года. Соответственно, два года это будет ни о чем. Но, не менее, какой-то базис, какой-то уровень знаний можно, в общем-то, говоря, получить. Поэтому, действительно, эта программа будет интересна врачам и востребована первоочистостью врачей. Вашу с Анжеликой. Видите, хорошо, коллеги, что дает коллективное обсуждение. И у нас женщина вектор направления задает. Дмитрий, подьму руку. Дмитрий, пару слов. Да, коротко. Я обращусь к самой сути магистрская программа. Мне кажется, востребованность будет определяться судьбой магистрантов, которые закончили эту магистрскую программу. Раз у нас там Министерство образования выделяет деньги на реализацию этих магистрских программ, то, соответственно, посмотрят, насколько вообще, как мне кажется, юриспонсульты медицинских организаций поднимут это направление на новый уровень. Если будут результаты, то, наверное, данные магистрские программы и по другим городам и весям Российской Федерации распространены. Ну, из того, что я вижу, здесь все-таки юриспонсуль медицинская организация подразумевает это смотрится на магистрскую программу. Вот так вот. Что я хотел бы сказать. Дополню коллеги вас. Наверное, вы слышали, про Кисловодский институт экономики и права, который готовил юристов со специализацией в сфере здравоохранения, причем готовил достаточно мощно. Там, по-моему, выпущено несколько тысяч человек. И, конечно же, это врачи с юридическим образованием. Можно было учиться очно, очно-заочно, дистанционно, разные способы. К сожалению, его прикрыли, потому что Рособорнадзор нашел там какие-то нарушения. Это был частный вуз Кисловодский. Я там раз пять бывал, читал лекции, принимал участие в конференциях. И, Анжелика, вы правы, конечно же, туда шли врачи. Теперь в отношении востребованности. Ну, если за юрисконсульта проплатить какое-нибудь ООО здоровье, и он там будет два года обучаться на платной основе, ну, почему нет, да, не получить дополнительный какой-то дипломщик, врачей, получив только данные знания, но не практикуя, на мой взгляд, это будут выброшенные деньги, потому что без применения знаний все это совершенно, на мой взгляд, будет отложено в долгий ящик и не будет применяться, не давать какого-то либо профессионального развития. Но в любом случае мы с вами видели, что набор будет идти с осени, программа начнется, может быть, все-таки я с Тамарой Шепель свяжусь и получу от нее со временем какую-то информацию. В принципе, я готов буду с ней пообщаться даже на эту тему, потому что мы с вами заинтересованы, чтобы грамотные юристы в сфере здравоохранения появлялись. Как сказал Иван, встречался он с медицинскими юристами, которые с большим сомнением можно назвать. Да, я думаю, что и Анжелика, и Дмитрий, и Игорь, и я с подобными юристами встречался. И если появится новый профессионал с магистерской программой и будет гордо нести это имя, пожелаем ему удачи. коллеги, благодарю за участие в видеоконференции. Мы, как, я считаю, профессионалы в сфере медицинской юриспруденции, правда, самоучки, но, тем не менее, дали свои суждения о востребованности этой магистерской программы. Кто его знает, может, со временем нам придется какой-нибудь документ получать, чтобы практиковать в сфере медицинской юриспруденции. Специализация все расширяется и расширяется. До свидания и до встречи на следующих видеоконференциях Правое Метру не за горами, сотая видеоконференция. До свидания. Всего доброго, Алексей, до свидания коллеги, до новых встреч в эфире уважаемого спортска. Всего доброго, до свидания. Спасибо вам, всего доброго, коллеги, всего доброго. До свидания, коллеги, уважаемые слушатели. Субтитры подогнал «Симон»